Метод интервалов. Продолжаем решение неравенств методом интервалов, обоснование которого я напомнил на прошлом уроке. Итак, необходимо решить неравенство x плюс 1 умножить на 8 минус x умножить на 3x плюс 2 и все это должно быть меньше либо равно 0. Напомню, что для того, чтобы решить неравенство методом интервалов, нужно сначала решить уравнение. То есть нужно сначала левую часть приравнять к 0. Попробуем решить это уравнение устно. Произведение нескольких сомножителей равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен 0. То есть мы должны каждый из сомножителей приравнять к 0 и найти корни уравнения. У нас получается три простейших уравнения. x плюс 1 равно 0. Единичку переносим вправо со знаком минус. Получается x равно минус 1. Всегда можно сделать проверку. Если минус 1 подставить в первую скобку, у нас первая скобка будет равна 0. Решаем второе уравнение. 8 минус x равно 0, если x равен 8. x равно 8. Это второй корень. Действительно, если подставить вместо переменной x число 8, 8 минус 8 будет 0. И решаем третье уравнение. 3x равно минус 2. Двойку переносим вправо со знаком минус. Делим обе части на 3. Получается минус 2,3. То есть у нас получилось 3 корня. Минус 1, минус 2,3 и 8. Теперь нам необходимо для решения метода интервалов, необходимо эти корни отметить на числовой оси. То есть на числовой оси отметим корни в порядке возрастания. Самый маленький корень это минус 1. Точка закрашена, потому что x при x равна минус 1. У нас первая скобка обращается в 0. И тогда произведение всех трех со множителей будет равно 0. А 0 нас устраивает. Потому что у нас левая часть должна быть либо меньше, либо равна 0. Значит равенство 0 нас устраивает. А значит сама точка минус 1 нас устраивает. Вот если бы знак неравенства был бы строгим, то есть вот здесь было бы строго меньше 0. То есть тогда бы нас нулевое значение не устроило бы. И тогда бы вот это число не должно было быть равно 0. Значит мы минус 1 бы выкололи эту точку. В случае строгого знака точки выкалываем. В случае не строгого знака точки закрашенные. То есть они нас при нахождении решения устраивают. Вот минус 1 это самый маленький корень. Следующий корень это минус 2 третьих. Мы его тоже получили. Он будет правее. Вот где-то правее будет минус 2 третьих. Почему? Потому что минус 2 третьих по модулю число меньше. Значит от 0 находится ближе, чем минус 1. А это значит находится правее. То есть само число больше будет, чем минус 1. То есть минус 2 третьих находится правее. И самое большое из корней это число 8. То есть вот где-то еще правее находится число 8. Данные три точки разобьют числовую ось на 4 интервала. И остается теперь только расставить в этих интервалах знаки. Как расставить знаки? Вот здесь у нас x не на первом месте. Поэтому, чтобы не ошибиться, лучше всего взять какую-нибудь точку, например, в крайнем правом интервале. Подставить в левую часть и определить знак вот этого произведения в левой части. Как это сделать? Ну, проще всего взять какую-нибудь большую точку, например, 100. Вот число 100 действительно больше 8, значит, находится в крайнем правом интервале. Возьмем число 100 и подставим в первую скобку, во вторую скобку и в третью скобку. Тогда у нас получается первая скобка 100 плюс 1. 101, то есть число положительное. Первая скобка при подстановке числа x равная 100 будет положительная. Вторая скобка будет отрицательная, потому что будет 8 минус 100, это будет минус 92. То есть отрицательная скобка будет. И третья скобка будет снова положительная. Мы должны умножить положительное число на отрицательное число. Это будет отрицательное. И теперь отрицательное умножаем на положительное. Будет отрицательное. То есть крайний правый интервал у нас будет со знаком минус. Так и запишем. То есть вот здесь будет знак минус. То есть для всех точек из крайнего правого интервала левая часть будет отрицательна, меньше нуля. А далее знаки чередуются. Так как каждая из скобок у нас не возводится ни в какую степень. Вот если бы какая-нибудь скобка возводилась, например, в квадрат или в четвертую степень. Вот тогда надо было бы проверять каждый интервал. То есть взять точку из второго интервала, взять точку из третьего, из четвертого интервала. Либо проверять каждый интервал, либо вспомнить, что если скобка в четную степень возводится, то проходя через корень, то есть через нулевое значение этой скобки, знак в интервалах не меняется. Ну об этом мы еще поговорим. Итак, так как все скобки в первой степени, то далее знаки в интервалах чередуются. Если был минус, потом идет плюс, затем идет опять минус и потом опять плюс. Теперь нам надо выбрать то, что нас интересует. Нас интересует, когда левая часть либо меньше, либо равна нулю. Но равна нулю, она как раз вот в этих точках. Значит эти точки нас устраивают. Мы их уже отметили. Они не выколоты, они закрашены. Поэтому мы никак далее это не меняем. То есть эти точки мы никак не меняем. И теперь нам надо только выбрать отрицательные значения. То есть меньше, либо равно нулю. Выделяем интервалы со знаком минус. Именно там левая часть отрицательна. И на концах этих интервалов левая часть будет равна нулю, что нас тоже устраивает. То есть это значит, что нас устраивают промежутки от минус 1 до минус 2 третьих и от 8 до плюс бесконечности. Причем концы интервалов кроме плюс бесконечности входят. А это значит, что в ответ мы должны записать, пишем окончательный ответ. Ответ x принадлежит объединению промежутков. Во-первых, отрезку от минус 1 до минус 2 третьих включительно. Объединяя с промежутком от 8 до плюс бесконечности. Задача решена.